Я бы написал, что вся эта форма вычислений было, это не сразу, я постараюсь некие вычисления дела, что ставите на вопрос, поскольку, как видите, наступит самый заблочный сезон, это уже все дает и стало. Нет, наоборот, самая хорошая работа, на мысль уже говорить как нельзя, а потом еще рано. Такая работа. Да, значит, давай, на чем мы здесь с вами закончили? Вот на этом выражении, да? Значит, в этом выражении теперь осталось подставить только D, выраженный через Е, и у нас будет выражение, действительно содержащий Оль Е и, значит, то, что там характеристики среды, которые войдет через Е. Значит, откуда брать? Вот отсюда, конечно, только у нас нет. Вот уравнение среды D с Е. Вот это уравнение во что превратится для полей того типа, который мы рассматриваем? Для полей вот такого типа Е, как Т, здесь Е, АП, Омега, Е, Си, Омега. Вот для такого типа полей как запишется вот это D? Так, будем рассматривать простоты стационарную среду. Так, то есть для стационарной среды, мы знаем, что здесь зависимость образовательной. Так, что для стационарной среды вот этого периода, и обновления D, 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 D. Идем от Тр-штрих, 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 Е, от Тр-штрих, Тр-штрих будет, во что превратится вот это увольнение, вот для такого типа пассива. Если все, подставим. Пробел уже сами подставите и, значит, получите, что вот открытие Тр-штрих, 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 Амикер, Е, от Тр-штрих, 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 Амикер, Е, от Тр-штрих. Вот, вот что будет. Потому что если не было бы зависимости от Тр-штрих, то тогда вопрос фулье преобразования, фактически мы рассматриваем на отдельный фулье компонент. Реакция на отдельный фулье компонента отписывается в эксилон от 1. Вот что и написано. А то, что было по координатам, оно осталось при изменении. Так что вот, значит, так что уравнение, это, это, это такого. И вот такой. Я должен сюда подставить, и все. Значит, получаем после подстановки. По времени уже нету интегрирования? Что? По времени интегрирования нету, чтобы... А все ушло, ушло. По времени интеграл выполнен. Останется проинтегрирования по времени вот эта штука, а здесь будет соответствующий экспонент, который приведет к тому, что это будет эпсилон от 1. Вот, вот интеграл. Так, так что вот подставить, вы просто возьмите... Вот, соответственно, D от R T равно D от R Омега. Есть все понемногу на северный век. Подставить все сюда, все, получите. Что? R вектора. Вот здесь вектора, и здесь тоже вектор, конечно. А, ну тут какой-то я попытался изобразить. А, подставить вектора? Не понял. Выше. Выше вектора. Вектора, конечно. Вектора, здесь вектора, и все. Так, значит, подставляем сюда. Будет минус и амега на 16B. Интеграл по D, R. Вот этот интеграл. Потом будет интеграл по R в штрих везде. Так, давайте я его вот здесь, везде я не вижу. D, R, штрих. Вот этот интеграл. Дальше что будет под интегралом? Под интегралом будет следующий. Будет вот эта E, только сосредоточенная от R. Вот. Дальше следующий будет от D. Будет Эксила. Так, вот здесь век скалярных произведений. Скалярные произведения я могу написать, записать вот так. И, И. И по индексурии идет суммирование. Вот это и есть скалярные произведения. Так что вот здесь будет И, а D и D. Вот он уже выразится. Вот так. Так, значит, будет Эксилом И, Ё, А, D, R, штрих. Так, Омега. Все. Так, теперь здесь что будет? Здесь будет минус. Я тоже скалярные произведения могу записать вот так. Так, тогда здесь будет Эксил, и Е. И, и так, 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 так. Здесь я еще не написал. Е, Ё, А, D, R, штрих, Амега. Так, теперь минус. Второе слагаемое произведение. Е, И, Т, А, D, Омега. Е, И, Т, А, D, Омега. А здесь будет Д, И, Т, комплексно-сопряженное. Ну, интеграл, когда я штрих, я уже кинес. Это обозначение. Дальше будет Эксилон И, Ё, комплексно-сопряженное. Эксилон И, Ё, комплексно-сопряженное. От R, R штрих, Амега. Итак, ну, этот хозяйский тимошек нужен, но все-таки. Так, а здесь будет стоять Е, Ё, ну, тоже комплексно-сопряженное. От R штрих, Амега. Так, ну, и все, да? Все, вот что получилось. Ну, теперь осталось только разделить, вытащить поля и то, что связано со средством. Это никакого труда не представляет. Что у нас есть? Е, от R, комплексно-сопряженное. Е, без комплексного сопряжения, от R штрих. Здесь не комплексно-сопряженное от R, а это от R штрих. Так. Ну, делается просто, потому что у нас по R, R штрих идет интегрирование. Какое переменное обозначать? Переменную интегрирование, в общем-то, безразличное. Поэтому, вот скажем, во втором интеграли, интеграл от этой части, я R и R штрих переобозначу. То есть то, что будет R здесь, в этом интеграле, будет называться R штрих, а то, что было R штрих, будет называться R. Тогда здесь получится E, и т der от R штрих, а то, что теперь E, I, R штрих, а то, что. Вот так будет. Это комплексно-сопряженное, это комплексно-сопряженное. Теперь, вот комплексно сопряжённое At, некомплексно сопряжённое AtD4. И здесь также некомплексно сопряжённое AtD4, комплексно сопряжённое AtD4. Теперь разобраться с индексами. Здесь индексом комплексно сопряжённое здесь идёт. Но индексы у нас все не выиграют. По ним по всем идёт суммизм. Такое OPW обозначает не мой индекс без разрыва. Поэтому вот в этой же второй части. Ионидный средний й переобозначен. Ионидный средний й переобозначен. Тогда здесь и й от R3 амин. Эпсилон й, и на комплексно сопряжённый. От R3 амин. Е и т.е. комплексно сопряжённое от R. А теперь видим, что у нас в обоих выражениях есть вот это комплексно сопряжённое от R, и т.е. Комплексно сопряжённое от R, и т.е. тоже. Некомплексно сопряжённое электрической формы е. Й, т.е. от R'е. Вот это Й, т.е. от R'е. Так что это можно выяснить. У нас получается так далее. Получается следующее. Минус на 16. Интеграл по Df'е. Интеграл по Df'е. Так. Дальше будет. Поля мугодисимы. Здесь двух остальных и Й. От R'е. Так. Минус. Эпсилон Й. Эпсилон Й. Комплексно сопряжённое. От R'е. От R'е. Омега. От R'е. Омега. От R'е. Ну а. Что это такое тоже? Нужно. От R'е. Омега. Ну и всё. Эту стопку готовили. А теперь. Здесь будет. Е. Ит.е. Комплексно сопряжённое. От R'е. Омега. Здесь бьётая. Ит.е. Комплексно сопряжённое. Первый. Ит.е. Ит.е. Вот. Вот тепло, выделяющееся в среде. Здесь бьерсии. За счёт электрической пульверизации. Вот. Зависит от чего. От амплитов полей. Вот они. И от характеристикок среды. Характеристики зубы. Вот она. Если эта характеристика среды равна 0, то среда не поглощает электромагнитную зубу. Если не равна 0, то поглощает. Сколько? Ну настолько. Насколько вот эта величина отлична будет. Способность этой среды поглощать электромагнитную зубу. Так. Давайте мы тогда ещё одну вещь рассмотрим. Частный случай. Давайте рассмотрим поле в виде, значит, распространяющихся электромагнитных пол. Так. Вот у нас были поля периодически. Для электромагнитных пол нужно ещё добавить периодичность по координатам. Ну и сделать бегущую полную. То есть поля вот такого типа. Использовать будет E амплитуду какая-то. E в степени минусы амплитуды. Повести к амплитуду. Вот. Вот такое. То есть мы ещё добавим зависимость от координат. Вот эту. Зависимость от координат как E на E в степени минусы. Вот это ничего. Стало зависящее от координат. Ну и здесь можем поставить единицы х омега с амплитудой этой волны. Плоские волны с частотой омега из волновых векторов. Что тогда изменится? Тогда вот здесь будет E в степени икн. E, 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 Итой. От, ну я не буду документ писать от омега и ка. Так. Вот здесь будет E, Итой комплексно сопряжённый. На E в степени икр комплексно сопряжённый. Если речь идёт о действительно электромагнитной волне, так заданном волновым вектором, тогда волновый вектор исчезнет. И комплексное сопряжение будет касаться только вот здесь. Изменение знака. Так. Здесь тогда E, Y. E, Y там плюс это будет. А здесь будет E в степени икн. Так. И мы видим, что это всё превращается в E, это комплексно сопряжённое, и это не комплексно сопряжённое, а здесь E в степени икн. 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 Вот здесь E в степени икн. 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 Вот какая экспонент. Здесь вот его. Для этого случая будет равно минус ионега в 16 бит. Так, здесь интегрирование вот это же пишу. Давайте я в этом случае напишу R и интеграл под левую штрих. Так, здесь будет E в степени Эпсилон и Ё РТ' одну моменту минус Эпсилон. А здесь будет E в степени Эпсилон и Ё РТ. Ну а теперь видим следующее, что у нас интегралы по R и R штрих. Вот это интеграл. Интеграл по R с интеграл по D и R штрих. Всегда можно перейти к интегрированию по разности и по сумме. Так, я выберу такую в разности сумму, чтобы регулярный переход в зону равна единица. Поэтому один из интегралов, это будет интеграл по R и R штрих по полу. А второй интеграл по D и R штрих. То есть это тот же самый интеграл, только по другому интегрированию. Мы видим, что вот эта вещь у нас затронется только вот этим интегралом. А этим интегралом ничего не затронется, если мы рассматриваем однородную среду. Если мы рассматриваем однородную среду, то тогда вот этой штуке является функцией только разности аргументов. То есть R минус R штрих на метро. И здесь будет Е комплекция целого, Ё Р комплекция сопряженная, а R штрих минус R амин. И все. Так, то есть здесь будет только разность аргументов, здесь разность аргументов. Поэтому у нас стал возможен, он вообще не затронет ничего и даст просто полный объем системы. Вот этот интеграл. В этом случае, если рассматриваем однородную среду, тогда когда мы можем заменить одноразность, тогда этот интеграл даст просто объем системы. Ну и выключенность этих лоб будет пропорциональна объему системы, что, в общем-то, вполне естественно. А дальше будет стоять интеграл вот с такой экспоненты вот этих, Эпсилон и Ё, АТ приносит R штрих, Эпсилон и Ё, АТ, штрих, НС. Это даст просто опять ку-Е компоненты вот этого тензора по вот этим раскрасцерным координатам. Так что для этого случая вот это все перейдем в минус И амин на 16 литров. Здесь будет объем система, а дальше будет стоять Эпсилон и Ё от К омега, минус Эпсилон от К омега, ну и здесь будет стоять Е, ИТ комплексно-сопряженное, Е, ЁТ без координатного сопряжения. Ну и в этом случае вообще видно, что все поглощаемое тепло действительно определяется вот в этом случае. По крайней мере комплексно-тензора, где электрическая проницательность, К омега и Ё от К омега. Точнее, вот такую часть и эту часть. Это что такое? То есть тепло, выдавившееся в среде совершенно электрической поляризации, оно просто по центру. Ну на объем систему всегда нужно поделить и рассмотреть тепло, выделяющийся объем. Так тогда объем не будет фигурировать. Здесь будет вот характеристика среды, определяющая способность поглощать. Ну и вообще-то же электрическая мантра, то есть тепло от К омега равен к лексалам комплексу. То есть это происходит на 9-3 от К омега. Как такие дензоры называются? Селектрические. А, эрмитовые. Эрмитовые, конечно. Вы только что там, Александр Сергеевич, у вас тут очень много лекций рассказывал про эрмитовые гераторы, но все прочее. Вот. Так вот это как раз. Если тензор в диэлектрической проницательности, комплексный тензор в диэлектрической проницательности, вексал он льет от К омега эрмитов до поглощения энергии в среде него. Если не эрмитов, то поглощение есть. Причем чем оно прижимается? Оно определяется вот этой не эрмитовой частью тензора диэлектрической проницательности. Как раз вот эта не эрмитовая часть, то есть то насколько не выполняется вот эта эрмитовая часть, Часть, показывающая, насколько вот эта величина отличная в том, эта часть и определяет воглощение энергии среди десятикций. Так что воглощение энергии определяется не эрбитровой части, а дезор, а электрической проницательностью. Что тоже, так сказать, как-то не очень приятно, а так, потому что оказывается, что вот такие характеристики, эрбитровость этого ганцера и эрбитровость не связаны с способностью среды, поглощениями таких, в общем-то, целико таких, не совсем привычных математических этих тонкостей, содержатся вполне физический эффект. Описывается вот этими тонкостями, у фу-е компоненты, у цити электрической проницательности. У фу-е компоненты по пространству и временам, у цити электрической проницательности. Так что среда поглощает энергии, но и энергии, и эрбитровость, и энербитровость. И невермитовой части, как раз, силу и того, насколько она отлична в нуля, настолько и велика способность среды поглощать в этом объеме. Так, ну и для того, чтобы еще дальше как-то, так сказать, в понимании продвинуться, давайте рассмотрим случай, когда пространственные дисперсии в общении. Подождите, Евгений Алексеевич, еще у меня вопрос такой, нам Максим Маскин говорил то, что термитовому оператору ставится в соответствии физическая величина, а здесь у нас не термитовая. То есть это же физическая величина, у нас не термитовая. Да, это у нас не кванты и механики, у нас, мы операторы, у нас пластическая вещь, простая по сравнению с кванты и механики, это там все сложно. Так, а у нас простая жизнь, все, у нас вещественные величины, все, когда надо описывать реальные эти физические процессы, так, мы их иногда описываем помощью комплексной функции, поскольку удобно, так. Более того, мы у этих комплексных функций научились понимать, что означает вещество, и мимая часть, или вот тензорами какими-то. Более того, у этих тензоров, они в силу того, что мы перешли в комплексную вот эту амплитуду, они становятся там тензорами-ермитовыми, не-ермитовыми, достаточно сложно. И мы понимаем, что у них вот одна часть отнесет одно, вторая другая. Причем вот, ну давайте, сейчас дальше мы продвинемся, чтобы не бы аналогию с квантовыми механиками уловить. Там что означает? Что физическим величинам реальных сопоставляются эмплитовые операторы. Так, значит, у нас операторов нет, мы не сопоставляем. Это сложнейший момент в квантовой механике, сопоставление этих операторов. Как до этого додумались, это вообще загадка просто. Как, так сказать, смогли понять и вот придумать такой способ описания. Единственный ли это способ описания, это тоже никто не знает. Просто он развит и хорошо работает. И до него додумались, ну, на том, при том развитии физики, которое было там в начале вот этого 20-го века. Значит, как это произошло, это можно только удивляться. Я думаю, у нас это такой сложный, что... В отличие от этого, электродинамика, ну и механика, это все достаточно такие прогнозируемые, что ли, вещи. Так сказать, естественным путем развиваются. Есть тонкости некоторые, которые психологически были, видимо, крайне трудны для понимания. Значит, одна из таких тонкостей, вот может быть, мало обсуждаемая в школе, это когда обнаружили, как магнитное поле действует на магнитную стрелку. Это вот то, что опыт Эрстеда, который на самом деле и до него проводили, ну, так сказать, известный опыт Эрстеда, когда обнаружил, что магнитная стрелка вблизи тока отклоняется. Это были впервые обнаружены силы, которые действуют не так, как все, которые до этого известны были, и там много столетий знали только одни силы. Это когда, значит, центральная, когда сила сводится к притяжению или отталкиванию, и все. Ну, в каких-то темах. А здесь сводится к тому, что стрелка поворачивается. Это, к сожалению, принципиальный момент был. После того, как первый раз на это наткнулись, на другие силы, уже ничему другому можно не удивляться. Все. Но когда до этого никогда не было таких сил, их были только одинаковые, то это было, конечно, воспринять крайне трудно. Вот с квантовой механикой еще что-то. Так что вы там сложнейшую науку изучаете по сравнению с тем, что я тут рассказывал. Вроде как, проще должно быть. Да, проще должно быть здесь получать. Нет, там проще иногда аппарат, там прочее, там, может быть, иногда простой и все. А принципиальные моменты, там, крайне сложные, конечно, и переходят к онтриумфоническому. Это все. Так. Давайте вот для того, чтобы еще кое-что прояснить, мы рассмотрим случай, когда нет в пространстве дисперсии. Когда среда только с временной дисперсии. Что в этом случае? Наши выражения в этом случае тоже подходят, но только у нас эпсилон не будет зависеть от к. Более того, давайте еще рассмотрим изотропную среду. Что у нас чаще всего и возникает? Среда изотропная, пространственная дисперсия, и люди во многих случаях все. Что в этом случае будет? В этом случае, вот оно выражение, вот что приводится. Если изотропная среда, то в данной электрической кондициальности диагонат, это будет дельцилон, от ка омега, дель при. Если нет пространственной дисперсии, не зависит от ка, то есть это будет дельцилон, от омега, от дель при. Что останется вот от этой скобки вот здесь? То есть вот это тепло. В этом случае минус и омега 16 и так. Ну, объем не пишем по целому штрафу. Здесь эпсилон на дель. Так, дель-то и й, и там дель-то и й. Я вынесу дель-то и й. Так, здесь останется минус, эпсилон комплексно-сопряженная забега. А здесь будет дель-то и й, и й на е и дель. Комплексно-сопряженная и й без комплексно-сопряженная. Ну, вот это, это есть на самом деле е й, не сопряженная, но е й, так, потому что вот это и есть е й. Так, а это есть квадратмодрер, просто квадратмодрер напряженной стекло. Так, дальше, вот это что? Это 2 и на мнивую часть электрический кондиционер, ну, который мы двумя штуками назначили. 2 и, вот здесь это дают, иди в комега на 8 дни, так что у нас будет комега на 8 дни. Этсилон, важный крат на метр, квадрат напряженности поля. Вот он, оглашаемая энергия в этом случае. Квадрат напряженности поля, что просто показывает, что в пропорциональной энергии поля, так, дальше, мнимая часть электрической кондиционерности. Поплощение энергии в этом случае описывается мнимой частью электрической кондиционерности. Ну, между прочим, на упражнениях, немногочисленных упражнений, которые у нас до сих пор, мы вычитали с вами эпсилонатомер, я покажусь в случае, и видели, что как только мы вычитывали механизм, который способен привести к подлощению энергии, столкновение, так у нас сразу, билетрическая кондиционерность становилась комплекс эпсилонатомера. Становилась комплекс, у тебя была отличная от нуля мнимая часть, которая была пропорциональна как раз характеристикам этого механизма в чистоте столкновений. То есть сейчас становилась поглощающей и добавленной энергией. Так что мы на тех простых примерах это уже видим. Это первое. Второе. Что мы видели, я сегодня напоминал соотношения к равенцам и крови. Они связывают вещественную и мнимую часть от этих материалов. Так вот, оказывается, что они описывают разные эффекты. Мнимая часть описывает поглощение энергии, а вещественные описывают другие. дисперсионные свойства с ритмом. Так что вот эти соотношения графика это не просто соотношения математические между связывающими мнимой и вещественной частью какой-то пункции. А на самом деле эти вещи оказываются связаны разные физические вещи. Поглощение энергии дисперсионных свойств. Там, где есть поглощение энергии, всегда дисперсионные свойства будут менее определенные какие-то. С определенными особенностями. Там, где есть особенности поглощения, например, максимум поглощения, там дисперсионных свойств тоже есть особенности поглощения. В общем, везем-таки это вам должно быть известно. Были у вас такие линии поглощения разные, когда? Говорилось, что они имеют ширину и так далее? Говорилось, что вблизи области линии поглощения есть аномальные дисперсии. Говорилось. Вот это соотношение подробностей будет связано. Все. Так. на этом электрической части понятно, что мы закончили. Точно так же, как мы здесь написали тепло, выделившееся за счет электрической поляризации. Вот у нас эта формула. И вот эта формула для кучи без пространственной дисперсии, для затропной среды. Так. Все эти формулы можно переписать экзотерпи из-за замены электричества поляно-магнитной и замены диэлектрической инициальности на H на диэлектрической инициальности на магнитную инициальность. То есть E нужно заменить на H, H, E, и и E и E все те же самые выражения можем переписать экзотерпи и х. Каждый из вас может переписать, потому что там все получается точно так, поскольку исходные выражения одинаковые, материальные уравнения похожи, да, с точки замены вот этих величин. И все можем переписать экзотерпи так, дальше интересно дальше мы начнем это мы пользовались системой уравнений B E B H D D у нас были разделены петло поглощаемое выделилось разбивше также на петло связано с электрической поливизацией и магнитной поливизацией других формах записи у нас электрическая и магнитная поливизация были разделены например в форме запись B E E E E E E E E E Вся поливизация среды фактически относится материальному роду E 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 Я напишу вот оператор, имея в виду интегральный оператор, то есть интегралы FH3, FH3, а здесь ИИ. Так что не в том смысле, как в квантной механике у вас оператор пишет, а в том смысле, как у нас. Это интегральный оператор, интеграл минус бесконечность FH3 и интеграл FH3 по всему объему среды. Вот такое материальное образование. При этом вот этот обобщенный тенд запроводимости будет описывать электрическую магнитную талеризацию среды. То, что я проделал здесь, вот, для вычисления поглощаемого тепла среды, выделяющегося среди тепла, можно проделать и в этом случае. В этом случае у вас не разделится тепло на то, что с методом объекта и с электрической талеризацией. Все будет выражаться через эту штуку. Более сложным образом это без труда можно взять и проделать. Значит, ну, и когда до этого дойдет время, я там где-то спрошу это все. Так что все будет выражаться через одну штуку, через разность, через комбинацию. Тензор, скай и амин. А просто в каких-то задачах удобнее такую форму записи записывать? Да, мы делаем это уравнение максимум в разных формах. Для разных задач удобно использовать разные формы. В каких-то удобно вот так разделить гуляризации. Во-первых, когда? Тогда, когда действительно электрическая гуляризация четко отделяется от магнитных. Например, тогда, когда мы рассматриваем вот эти электры, где реакцией на поле возникает и является возникновение электричества не в полном моменте. Тогда вот это Д и возникает. Тогда, когда мы рассматриваем проводящую среду, то там прежде всего возникает ТОК, конечно, будет вот так форма записи. Так, в форме ВЕД там, где все описывается в обобщенной инструкции, там все описывается в некой обобщенной инструкции, которую мы обозначали, или вот электрической проницаемостью обобщенной, которую мы обозначили там в Экцелон-стикл. Так, там все будет выражаться через нее. Можно получить эту форму и описывать с помощью вот этого ничего. Так что в этом смысле не нужно смущаться, когда вы где-то там в статьях или в учебниках будете видеть разные формы. Ничего страшного нет, просто можно все это описывать правильно. И каждый раз можно не без труда разобраться и привести соответствующие. Но, значит, общее, так сказать, понимание должно быть простое, что в ней часть электричества фоницаемости, или магнитных фоницаемости, описывать подлощение. Если среда анизотропная, из пространственной дисперсии, то тогда роль мнимых частей играет не эрмитовую часть соответствующую. В этом смысле, как бы, вещественным частям отмечают эрмитовую часть, а мнимым частям отмечают не эрмитовую часть. В этом смысле, как бы, аналогии с квантремеханикой есть, потому что там вы вещественным физическим каким-то причинам сопоставляете эрмитовый оператор. В этом смысле, здесь, вещественным компонентом, вещественным диэлектрическим провинциальностям анизотропных средств будут отвечать эрмитовым операторам анизотропных средств, вещественных средств в пространстве дисперсии и поглощающих эрмитовую часть. Если поглощание энергии есть, то, как бы, вещественным диэлектрическим провинциальностям и магнитным провинциальностям, а, в основном, в более сложных средств, вещественным диэлектромагнитным числам. Так что, в общем, запомнить здесь, так сказать, не сложно. На этом, с поглощением электромагнитной энергии, я, так сказать, закончу и выяснил, что мы не были или не умеем участия в материальных кондарах, если вы поглощение электромагнитной энергии. Последнее, что врачок, я еще упомянул, что можно ведь вводить разные материальные кондары. Вот я в том, как говорится. Проводимость связана с диэлектрической потенциальностью в сложном образе. Мы к этому еще вернемся, но я просто напишу еще. Вот если написать, как диэлектрическая проницаемость связана с проводимостью, то это будет 1 плюс 4π, деленное на омега, а здесь вот 7 проводимость. Вот проводимость конечная вносит вклад в мнимую часть диэлектрической проницательности. Понять это — догадаться, что так должно быть — тоже легко, потому что конечная проводимость связана с конечным током, допустим, в среде, конечный ток всегда связан с тем, что есть замладивертность в так, что выделяется тепло и так далее. Последняя проводимость должна походить в мнимую часть диэлектрической проницательности, и в templophys овägой частью диэлектрической проницательности, Если будет рассматривать половинность, то поглощение энергии будет описываться здесь вещественной части проводимости, а мнимая часть будет описана вещественной скорости среди энергии. Вот это нужно иметь в виду, что такие тонкости могут быть. Но если говорить о электрической и полезной проницаемости, обобщенной какой-то, то мнимые части описывают воплощение или нервитую часть, а первые или вещественные части описывают дискуссионную скорость. Так что вот с учетом этой оговорки, на этом я с этим вопросом закончу. Значит, дальше. Я сформулирую тогда вопрос, который я хочу тут рассмотреть дальше. Значит, я хотел бы, вот я сегодня упоминал дискуссионные свойства среды. Что я под этим упоминал? Прежде всего, как волны распространяются в таких средах. При этом подразумевается, что волны среды просто распространяются. Вот я и хочу рассмотреть. Возможность распространения волны в материальных средах. Мы знаем из прошлого семейства, что электромагнитные волны в отсутствии источников могут существовать в волны. Сами по себе. Сами поддерживая себе. Так. Могут ли волны существовать в материальных средах? И что следует понимать в том, как в материале в отсутствии? В электромагнитные волны в отсутствии? Ну, то, что могут, каждый знает. Вот через стекло проходят смены, так что могут существовать материальных средств, но точно так же и вдруг каждый со своим созданным телефоном спокойно все принимает, потому что все проходит чаще всего. Но правда проходит через зону, ну правда и через землю. Так что то, что распространяется в этом секретаре. Вот давайте, значит, найдем, каковы, так сказать, во-первых, покажем, что действительно могут распространяться новые средства, во-вторых, рассмотрим характеристики и какие-то последствия, или, по крайней мере, поймем, как нужно описывать электронагнитную комнату в разных средствах в конкретных ситуациях. Итак, электронагнитная комната для деревянных средств. Что я буду понимать под электронагнитными волнами? Ну, если в вакууме мы понимали поля, существующие в отсутствии источников, то здесь такие самоподдерживающиеся поля, то здесь, естественно, считать электронагнитными волнами тоже такие же поля, которые самоподдерживающиеся, которые существуют в среде в отсутствии источников поля, которые могут сами себя поддерживать. Они, вообще говоря, принципиально могут отличаться от волок волков, и мы это рассмотрим нужно. Давайте рассмотрим возможность существовать самоподдерживающихся полей. Ну, во-первых, увидим, что они существуют тоже в виде волны, во-вторых, мы дойдем и смотрим, когда они существуют, которые характеристики. Так, значит, что? Для того, чтобы рассмотреть такие волны, мы должны что сделать? Написать на уравнение Макскона, выкинуть в них источники поля и посмотреть, существует ли решение, с чем устроится это уравнение, существует ли решение, каковы особенности, если это будет решение. Так. Уравнение Макскона, ну, вообще-то дело должно будет, чтобы не писать две функции, характеризующиеся электрическим магнитом, вот здесь удобно разделить, потому что они очень хорошо разделились с то, что связано с электрической поляризацией, с то, что смогут. В волнах, как правило, все перепутано, не та и плохая поляризация, потому что волнах поля электрические магнитные, связаны с электрической поляризацией, обязательно связаны с электрической поляризацией. Поэтому удобно бы порсоваться уравнение Макскона другое, ВЕЁ3 или ВЕД, где одна характеристика описывает всё, либо обобщённая проводимость, либо обобщённая геэлектрическая потенциальность. Я буду до пластоты пользоваться ВЕД. Ну, кстати, хочу отметить, что тогда, когда нет магнитных поляризаций, ВЕД и ВЕД совпадают. Это будет распространённая ситуация. Часто, когда магнитные поляризации, среда такова, что эта поляризация не возникает, ВЕД и ВЕД, ВЕД совпадают. Ну, вот я конкретно буду в этом вопрос. Я напишу уравнение. Значит, дирекция ВЕД равна 4Пи ρ, так, ρ В, правильно, делится на С, ДЗ, ДТ, плюс 4П на С, ИЁ2. Так, где надо вектора поставить? ДВТ равна 4Пи ρ, и ρ, чьим? Равен минусом, делится на С, ДВТ, ДС. Так, и материальные уравнения. ДВТ, которые на самом деле есть то, что мы назначали ДСИ. Просто я типо не пишу. ДВТ, 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 Отбивность бесконечности до ТС штрих Это интервал по ТВ штрих Эпсилон и Й По ТВ штрих ТВ штрих Е и Й По ТВ штрих Вот у нас все управления в этом случае Выкинуть источник векора Это что? Что является источниками поля в среде? А там запитает еще или нет? Пока запитает Хотите видно? Поставьте минус Скажите, что при этом? Какую среду рассматриваете? Мы поставим минус Так Вот источниками поля в среде На самом деле является, конечно Зарядные токи Зарядные токи в среде есть двух типов Есть индуцированные поля в среде Зарядные токи Вот в системе ВИД и ЙОТРО Мы прямо их прямо написаны Материалы во мне А есть те, которые сторонники Собственно источниками поля Зарядные токи Если мы хотим посмотреть Самоподдерживающиеся поля Существующие Сыли То выкидываем Вот эти сторонники Источники Токи Вот эти штуки Источники Вот у нас Уравнение, которое описывают поля Без источников Сыли Дальше Мы что делали? Мы В прошлом семестре Когда рассматривали Электромагнитные поля в среде Мы записали уравнение максимума Без источников И показали, что Эти уравнения Сводятся к волновым уравнениям Решение Молновым уравнением Это поля Вот их мы и называем Электромагнитными полями Так Здесь Можно бы эту Процедуру тоже проделать Она усложняется тем, что У нас одно из уравнений Вот нижний материал Уравнений И интегральный И поэтому Это тут сложно Достаточно Чтобы не учиться С этим делом Я просто предположу Что боля Имеют вид поля И найдут условия Когда такие боли могут существовать. Вместо того, чтобы сводить уравнение к этому, я сразу возьму решение в виде волн и найду условия, когда такие поля существуют. Условие существования этих решений будет доказывать, что такие волны действительно существуют, ну а характеристики будут следовать из этого условия. Так что я возьму поля в виде волн каких-то, подставлю сюда. Дальше. Хорошо определенные волны и, так сказать, с простыми свойствами возникает, конечно, в простых, однородных средах стационарных. То есть среды, которые стационарные, свойства которых не зависят от времени и однородные. То есть те точки равноправные. Чаще всего мы с такими средами делаем химию. Для таких сред мы знаем, что вот это оборудование пишется точно так, что вот здесь для разности R-R' и D-R'. Дальше. Теперь берем, будем рассматривать плоды таких сред. Однородных и стационарных. Когда однородных, разность стены R-R' пойдет, стационарных, разность стены R-R'. Берем поля в виде волн, подставляем в виде волн. Для простоты возьмем самые простые волны, это плоские волны. Поля в виде плоских волны. На других волны все пишется точно так, при может быть рассматриваемся. Возьмем поля в виде плоских волны. То есть E, A, T, T равно E, может какое-то, скажем, E минус E, A, T плюс C, K, R. Вот поля в виде в виде бегущей волны такой. Периодической функции, бегущей в периодическом пространстве времени. Точно так же D, точно так же B, подставляем сюда. А в итоге-то мы хотим записать уравнение волны в среде? Уравнение волны вот в среде. Если это электромагнитная волна или нет, то вопрос возникает. Мы написали периодически. Мы знаем, что у нас в среде не распространяется электромагнитная волна. Просто записать, что оно убывает от согрежения. И все. То есть у нас в среде, если распространяется волна, то у него придут совсем не убывает. Ну, бывает. В том случае, если среда поглощает энерго. Если дензор и элистеричная проницательность этой среды, антивермитер, в силу от того, насколько отмечена его антивермитер часть, как мы только что выяснили, она и будет поглощать энерго. Бывает, когда не поглощает. От чего зависит? В том числе от характеристик, от чистоты. Видимо, свет через стекло проходит, а, как говорится, другой не проходит. Так что вот, значит, задача у нас простая. Подставляем и пишем условные существа, на этом мы тогда заканчиваем. То есть в пятницу у нас будет лекция, вот в следующей пятницу, боюсь, что там опять не будет. Поэтому я вот в позиции буду. Поехали.